Подключаем к нашей беседе Олега Владимировича Жданова, военного эксперта. Олег Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Рады вас видеть. Добрый вечер. Как раз про Лиман говорим, и вот есть такое мнение, что фактически кто держит под контролем Лиман, тот контролирует весь Северный Донбасс, потому что существует там такое большое логистическое сообщение и через железнодорожные пути, и напоминает это все Купинск, который тоже являлся вот таким источником поставок со стороны Белогородской области. Расскажите, пожалуйста, про ваше видение, вот если все-таки контролирует Лиман, будет вооруженной силой Украины, как поменяется обстановка? Смотрите, ну вот Купинск это была артерия жизни изюмской группировки. И когда мы пошли в наступление, мы сначала приблизились к Купинску, или во всяком случае получили огневой контроль над Купинском. А уже потом мы от Балаклея дошли до Изюма. Здесь будет то же самое. Если мы берем Лиман, то мы перекрываем пути снабжения, которые идут через Сватово на Кременную. Это все переходит под наш сначала огневой контроль, и открывает нам оперативный простор для выдвижения на Кременную Сватово. Кстати, именно этот рубеж российское командование выбрало как следующий оборонительный рубеж, и там сейчас идут интенсивные инженерные работы, и они пытаются его оборудовать в инженерном отношении. А Кременная открывает нам дорогу к Северодонецку, с заходу в тыл агломерации Лисичанск-Северодонецк. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как вы видите по обстановке на фронте, уже из так называемых мобилизируемых какие-то подкрепления приходят, усложняют работу нашим военным в этом регионе, или пока рано говорить, потому что мы видим в интернете, что действительно отправляют, кажется, уже и в Херсоны, куда угодно, людей неподготовленных, вот просто лишь бы хоть какие-то, кажется, окопы занять телами и усложнить работу нашей артиллерии. Вы как видите это? Ну, это не усложняет работу артиллерии, это и добавляет просто работы по уничтожению противника. Насколько есть в сети открытая информация, то сегодня-завтра, вот эти две даты, то есть 27-28 число, мы знаем, что есть сообщения о первых, кого должны отправить, кстати, на Донбасс и в Херсон. И там дело в том, что ситуация критическая, они, фактически у них образовался такой, я бы сказал, вакуум, они прекратили практически вот эту скрытую мобилизацию и переключились на частичную мобилизацию, на открытую. И вот эта пауза, пока они перестали отправлять контрактников или желающих подписать контракт по скрытой системе и переключились на открытую, вот это вызовет перерыв. А сегодня российская армия несет потери примерно 500-600 человек, до 500-600 человек в сутки. Фактически в сутки они теряют один батальон, одну батальонно-тактическую группу, с учетом ее укомплектованности. 10 дней, 10 БТГ. Для России это критично. Просто действительно некому находиться в окопах. Поэтому они будут гнать сейчас. Я, кстати, говорил, что первая партия, первая волна мобилизованных, это будут смертники, которых бросят в окопы на затыкание дыр. И которые просто попадут под шквальный огонь наших войск. Ну, шансов спастись у них будет минимум. Можно ли предполагать, что какая-то часть этих мобилизованных будет отправлена в том числе в сторону Лимана, о котором мы говорили в начале? Я почему это спрашиваю? Некоторые эксперты считают, что разгром российской группировки в районе Лимана по своему значению и масштабу будет даже большим, или может быть даже большим, чем это было в Харьковской области. Вы эту информацию подтверждаете, разделяете такое мнение? Я рассматриваю такой вариант. Дело в том, что может так оказаться на сегодняшний день, что за Лиманом нет укреплений. До вот этого рубежа Кременная-Сватова. И там действительно мы можем развить темп наступления, такой же, как был в Харьковской области. Но я такой вариант рассматриваю, но не беру за основной. Потому что тут надо полагаться полностью на данные разведки. Разведка знает, они там ходят по ночам и отслеживают перемещение войск. Но вполне допускаю договоры. Олег Владимирович, с перспективами фронта более-менее понятно, благодаря тому, что вы рассказали. Давайте все-таки тему мобилизации обсудим. Невозможно ее не обсуждать. Каждый день получаем такие видео, о которых, честно говоря, сложно было поверить. Некогда считаемая второй армией мира, Россия просит военных брать с собой прокладки у своих жен, сестер, матерей, для того, чтобы, как говорит даже женщина-сотрудница военкомата, закрывать раны, просто в пулевые, так понимаю, отверстия или ранения, сечения, затыкать прокладками, тампонами. Это я цитирую то, что она рассказывает. Ни жгутов, ничего им не дают. Скажите, какой уровень может быть подготовки этих людей, если мы видим подобный даже уровень обеспечения до попадания на фронт? У России действительно заканчиваются ресурсы, если даже аптечки нет банальной. Кстати, вот я не знаю, вы видели или нет, я вам рекомендую погуглить, уже есть список того, чего... Вот смотрите, какой парадокс. Первые, кто прибывал в военкомат, вот 21-22 числа, и их, когда из военкомата везли на сборные пункты или на пересыльные пункты, то у них там отбирали все вещи, которые не предусмотрены уставом. То есть то, что они с собой взяли, там фонарики какие-то, какие-то инструменты, различные приспособления, это все отбиралось, потому что говорили, что не уставное. А потом, когда ресурс закончился, вот тот, на который может, а это примерно около 100 тысяч по всей Российской Федерации, то есть призывной ресурс у них есть, а теперь они говорят, что берите все. И, кстати, вот рекомендую вам продемонстрировать этот список, он есть, там почти 40 наименований, что должен теперь взять с собой на войну военные обязаны, которого мобилизуют. И там вот включено все. Кстати, прокладки используются в качестве... Она рекомендовала им использовать в качестве стелек, когда ноги промокают, потому что кирзовые сапоги пропускают воду. Это трековые ботинки, которые берцей выдаются сегодня, допустим, в нашей армии, они не пропускают воду. А Россия будет воевать в кирзовых сапогах. А тампон действительно... И учитесь перевязывать себя сами. Я вам скажу так, что в данной ситуации, вот в таком моральной атмосфере, обученность солдата уже не играет роли. Представляете, как он подавлен, если ему говорят, готовься сам себя перевязывать, готовься затыкать раны на своем теле вот этими тампонами. И если он разбухнет, то, может быть, тебе повезет, он перекроет кровотечение. Или ты все равно исчешь кровью. То есть помощи и о квалифицированных медиков рядом с тобой не будет. Олег Владимирович, вот как раз по вашей рекомендации нашел этот список. Коллеги, прошу показать. Давайте просто в двух словах прокомментируем то, о чем говорил Олег Жданов. Значит, термобелье, кроссовки, ботинки, разгрузочный жилет, коврик, каремат, рюкзак, зарядное устройство, телефон, продуктовый набор на сутки, кружка, ложка, миниатюрная газовая горелка, зажигалка, умывальные принадлежности. Ну, тут понятно. Тут, Олег Владимирович, бронежилет, атлас, амнитек, желательно. Желательно вызывает, конечно, определенную реакцию. И бронежилет или плейткерриер, желательно. Плитами, да. Да, вот, то есть, получается, ну и аптечка, два жгута, и то, что мы с вами обсуждали. Олег Владимирович, а получается, если бронежилет и, простите, да, бронешлем, я неправильно прочитал вначале, получается, что у российской армии этого нет? То есть бронежилет банально не дадут, желательно. Я думаю, что, я боюсь того даже предположить, но думаю, что на складах остались бронежилеты, вот эти типа рыцарский панцирь, которые образца Второй мировой войны. Вот они, может быть, есть. А вот эти броники, которые шьются, ну, которые более-менее современные, я думаю, что их ограниченное количество на складах. Дело в том, что, ну, кто служил в советской армии, вот как я, да, мы сталкивались с этими бронежилетами, они очень слабые в носке. Вот когда ты заступаешь начальником Карула, самая главная проблема – это принять бронежилет, потому что он очень быстро изнашивается, рвется, пластины выпадают, и это огромнейшая проблема. Поэтому я думаю, что их очень мало в вооруженных силах. Ну, проблема не только со снабжением, но и, собственно, с подготовкой. Мы помним миллион заявлений всевозможных чиновников и военных российских военкомов о том, что мобилизованных будут готовить минимум два месяца. А вот в эти дни появляются видеозаписи, свидетельства родственников о том, что бойцов отправляют на фронт буквально через один-два дня после мобилизации. Объясните, пожалуйста, на что вообще способен воин, к которому элементарно не показали даже, как пользоваться автоматом. Можно ли ждать вообще какого-то массового дезертирства, бегства или сдачи в плен со стороны российских военных? Я думаю, что да, этого можно ожидать. Ну, смотрите, насчет владения автоматом, как стрелять, я думаю, что все равно все знают. Тем более Россия такая милитаристская страна, очень многие все-таки служили, у них большая армия. И, ну, зарядить, допустим, снарядить магазин и начать открыть огонь из автомата, я думаю, что на это будут способны. Но просто вопрос в том, что эти люди, когда они попадут под первый огневой налет, когда они попадут в первый стрелковый бой, вот здесь начнется хаос и паника. И в результате хаоса и паника, как правило, подразделение несет самые большие потери, потому что люди начинают метаться, теряют дезориентацию и, соответственно, попадают под осколки и пули наступающей стороны. А уже там, кто выживет, кому повезет, да, с приходом, допустим, наших подразделений, если они будут вести штурмовые или атакующие действия их позиций, то да, они могут попасть в плен. А так они будут просто разбегаться после первых же огневых налетов. Если позволите, еще один вопрос, не могу не поинтересоваться. В последнее время мы видим, что российская армия делает ставку на иранские дроны, которых много появилось. Известно ли вам, насколько, собственно, много этих иранских дронов уже есть в России? И есть ли уже у Украины действенные реальные способы противостоять этому вооружению? На сегодняшний день, с той информацией, которая в открытых источниках, мы знаем, что порядка 300 штук было передано. Три рейса Ил-76 было из Тегераново-Внуково. Они приземлились. Пусковая установка смонтирована на тентованном грузовике, который поднимает кузов на 45 градусов, снимает тент. И там, как стеллаж, 5 штук вот этих дронов Шехет-136. Но на сегодняшний день уже есть средства борьбы. Посмотрите, на третий день обстрела Одессы мы сбиваем 3 из 3. То есть есть. И есть еще информация о том, что Израиль готов поучаствовать в борьбе с этими дронами. Я думаю, им крайне интересно попробовать свои переносные средства РЭПа или вот эти противодроновые ружья. Есть информация, что даже они. И Литва нам передает огромное количество вот этих противодроновых ружей. Плюс скорость 150 км в час, средняя шумность большая, до 20 км слышимость этого дрона в хороших условиях. И небольшая высота до 1000 метров позволяет сбивать его в том числе и стрелковым вооружением. Ну да. Такой опасный хлам в небе, можно сказать. Спасибо вам огромное. Но все равно опасный. Да, но ключевой опасный. Это правда. Олег Жданов, огромное вам спасибо. Был на канале Freedom в прямом эфире.